Как выглядит портрет современного призывника? В первую очередь, это человек, желающий отдать долг Родине, повысить свою самооценку, физическое состояние и точно знающий, что его будущее будет стабильнее после службы в вооруженных войсках. Нынешние молодые люди уже не обходят военкоматы стороной, а являются сюда вовремя по повестке. 2 октября в Домодедовском отделе военного комиссариата Московской области состояло заседание призывной комиссии Ленинского района. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Согласно указу президента Российской Федерации, 1 октября начался осенний призыв молодых людей в вооруженные войска нашей страны. Призывной комиссии Ленинского района предстоит отобрать 80 диспособных граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Порядок прохождения отбора стандартный. По повестке в назначенное время ребята приходят в военкомат, где медицинская комиссия проверяет их годность к военной службе, а затем непосредственно призывная комиссия, поговорив с юношами, утверждает кандидатуру и с учетом пожеланий определяет место службы. Ребятам не надо бояться службы в армии. Министерство обороны в настоящее время уделяет огромное внимание нашим воинам. Практически уже искорена дедовщина. Поднялся уровень как материального, так и продовольственного обеспечения. Соответственно, в мире сейчас обстановка очень сложная. Для нашей страны нужны мобильные, подготовленные, физически здоровые ребята, которые могут защитить нашу страну. Бояться, еще раз повторяю, ничего не надо. И судя по количеству пришедших ребят в домодедовский отдел военного комиссариата, страх служить в армии в сознании граждан потихоньку искореняется. Стереотип, что придя в военкомат, парня тут же посадят в автобус и увезут в часть, становится неактуальным. Все молодые люди идут в армию осознанно. Многие призывники Ленинского района посещают патриотические клубы, где проходят физическую и моральную подготовку. Да и здоровье юношей стало лучше. Лучше стало. Ребята следят за своим здоровьем. Лучше стало. Я такой очень плохой патологии, как таковой пока, со стороны уха-курла, но с ней выявила. Работа призывной комиссии призвана отобрать здоровых молодых людей. Члены комиссии тщательно беседуют с призывниками. И только если все в порядке, юноши вручают повестку на контрольную явку. Мы обязательно задаем вопросы. Я женщина, я как мать задаю вопрос. А мама знает, знают родители. И ребята уже заранее знают, в какие войска хотят они идти служить. Они интересуются этим вопросом. Хорошо подготовленным к военной службе является и призывник Евгений Смирнов. Молодому человеку 20 лет. Он уже успел закончить колледж и поступить в университет. Но так как отсрочка от службы в армии по закону дается лишь на одно учебное заведение, взяв академический отпуск, Евгений решил не бегать от комиссариата, а отслужить на благо Родине. Зачем бегать? Просто надо отслужить уже. Отцы служили. Я тоже буду служить. Я просто за них горжусь, что в такое неспокойное время они родились, имеется в виду конец 20 века, и понимая значимость этого вопроса, идут безропотно в наши вооруженные силы. Спасибо ихним родителям и спасибо им за понимание старшего поколения, которые остояли нашу независимость. Служба в армии всегда была и остается почетным долгом любого гражданина. Сейчас, если молодой человек хочет работать в правоохранительных органах или поступить на государственную службу, ему просто необходимо отслужить в вооруженных войсках. Юлия Погосян, Константин Брулов, Наталья Буслаева. Видное ТВ.